Судьбоносный проект трехлетнего бюджета обсудили чиновники правительства на специальном заседании. Представители власти твердо стояли на том, что казна должна сохранить социальную направленность, несмотря на дефицит бюджета и немалую сумму госдолга, которую, кстати, планируют существенно сократить. О том, что ждет региональную казну в ближайшие три года, в следующем материале программы. Налоговый маневр российского правительства спутал все планы Саратовского Минфина. Региональный министр докладывает, из-за изменений в законодательстве субъекты страны потеряли часть доходов по акцизам на нефтепродукты. Пострадала и Саратовская область. В результате региональная казна снова с дефицитом. Однако есть и хорошие новости. В следующем году для участия в федеральных программах необязательно будет добавлять деньги из областного бюджета. Со следующего года изменится также порядок предоставления субсидий из федерального бюджета. Основная инновация – отмена обязательного уровня софинансирования. При этом объем ассигнований в бюджете субъекта будет определяться, исходя из необходимости достижения установленного целевого показателя результативности использования средств. Это сегодня очень кстати. Областной госдолг пока душит областных чиновников. Значительно уменьшить сумму пока не удается. Зато сделали очередной шаг к замещению банковских кредитов бюджетными. Это уже существенно снизило выплаты по процентам. Нам удалось довести долю бюджетных кредитов в структуре долга до 60% и снизить потребность в средствах на его обслуживание. Если вы помните, что у нас в 2012 году структура долга выглядела следующим образом, что именно банковские кредиты были 83%. Сегодня эту пирамиду перевернули 60% бюджетные кредиты и 40% только банковские. Рывок обещают в транспортной сфере региона. На следующий год финансирование дорожного фонда составит 7,5 миллиардов рублей. Это для Саратовской области беспрецедентная сумма. Но она не идет и в сравнение с возможностями, которые получит регион, если войдет в федеральную программу. Нам надо завершить обход Елшанки. А это переходящий объем финансирования, там приличный, более 500 миллионов рублей. 7 километров еще надо пустить. И нам надо войти по новому проекту, хотя бы небольшой суммы, обход города Саратова. 34 километра. Вот это цель номер один. Тогда мы, выходя из одного проекта в 2015 году, входим сразу в другой большой федеральный проект стоимостью 13 миллиардов рублей. В планах на ближайшую трехлетку сократить дефицит областного бюджета как минимум в два раза, а также уменьшить сумму госдолга. Часть запланированных программ в связи с этим придется перенести на другой период. Но при этом самое главное – сохранить социальную направленность региональной казны. Запланировано дальнейшее увеличение заработной платы бюджетникам и рост социальных выплат. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.